Армейские международные игры 2021 подошли к концу. Много рекордов и призовых мест в копилке команд Министерства обороны Узбекистана. Новые рекорды, медали, в том числе высшие пробы наши военнослужащие посвятили 30-летию независимости Родины. Итоги подведет Лола Ракаева. Итак, сегодня уже можно говорить о том, что завершились седьмые армейские международные игры, которые проводились на полигонах 11 государств мира. В них приняли участие более 5000 военнослужащих из 42 стран. Всего 277 команд. В 24 конкурсах приняли участие команды из Узбекистана. И продемонстрировали настоящий прорыв. Второе место в медальном зачете. Это 4 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовых медалей. 2 золотые медали. Женская и мужская команды завоевали в конкурсе «Верный друг». Традиционно держим планку в конкурсе «Военно-медицинская эстафета». Также мы чемпионы. И безоговорочно рекордным было выступление наших в соревновании «Полевая кухня», в котором военные повара Узбекистана продемонстрировали свое мастерство в кулинарном искусстве, а также и в боевой подготовке. Сумели выполнить все нормативы безукоризненно. И 9 серебряных медалей, окрашенных рекордными результатами в таких соревнованиях, как «Эльбрусское кольцо», «Снайперский рубеж», «Конный марафон», «Мастер-оружейник», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Безопасный маршрут», «Полярная звезда», «Отличники войсковой разведки», где в неимоверно сложных условиях демонстрировали профессионализм и волю к победе. С небольшим отрывом от соперников друзей военнослужащих наши команды взяли бронзовые медали в следующих конкурсах. Мастера автобронетанковой техники, уверенный прием, дорожный патруль, «Саянский марш». А теперь комментарий главного судьи «Армии-2021», который, подытожив результаты седьмых армейских международных игр, высоко оценил подготовку наших команд. Второе место в медальном зачете для сборной Узбекистана. Это, наверное, отличнейший успех. А Узбекистан – это 24 команды, выстрелены в этом году на игры. Вообще, конечно, очень молодцы, подготовлены везде, практически на всех конкурсах, где они участвуют. В основном где-то 80-70% конкурсов – это вторые и третьи места. Очень сильные соперники. Только мастерство, упорство, команда Узбекистана оказалась сильнее. Молодцы ребята. Очень хорошо подготовили первую материальную базу в Узбекистане на конкурсах «Полевая кухня», «Веномедицинская эстафета». Нужно сказать, что они подходят ко всем делам. Есть такое настойчивое упорство такое в каждом конкурсе. Бьются до последнего, не сдаются. Итак, обозначим рекорды соревнований. Из общего числа установленных рекордов, а это 37. Наши военнослужащие установили и обновили 10 рекордов, при котором Китаю принадлежит 6, Беларусь и Индии – по 2. Неимоверно сложно, но можно выполнить любую задачу. И это наши военнослужащие – потомки великих полководцев – доказали своими отличными результатами, оставив позади такие сильнейшие команды из Китая, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Индии и многих других. И в завершение кадры, что называется, без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Это сенсация, друзья! Сборная Узбекистана! 5, 4, 3, 2, 1, финиш! Дусмуротов, третий экипаж команда Узбекистана. Вы молодцы!